приветствую вас уважаемые телезрители что же речь сегодня пойдет о благотворительном фонде корпорация монстров сегодня наши гости в студии ты дина казацкер она соучредитель фонда корпорации монстров и сотрудник этого фонда аурико шидря начинь дина ближе ко мне аурико справа давайте наверное начнем что называется от печки каким образом вообще возникла эта корпорация вот как как были вот сфокусированы те люди которые работают вместе с вами каким образом вот эта идея так сказать родилась этот росточек разросся в большой лес но это произошло в 2014 году мы объединились мы называли себя люди из фейсбука корпорации монстров именно таким названием мы получили вы не сразу мы его сами себе придумали сейчас я расскажу как мы его придумали мы собрались просто как волонтерская группа мы назывались какой-то момент волонтерская группа катина катерина наживникова потому что катя была вдохновителем мотором и как на сегодняшний день она является по сей день точно также мотором нашей всей компании всей корпорации мы были я с ней знакома очень давно с детского форума был запрос от город от города скажем что сюда едут сироты из луганской донецкой области едет целый поезд с ними их нужно встретить встречал их города их нужно было обуть переодеть снарядить в какое-то минимальным количеством вещей и прочего и всего того что им нужно потому что ну вот сейчас они буквально на месяц на два здесь а потом вернуться на своими в родные пенаты ну в общем они до сих пор фактически все остались здесь эти ребята в тот момент приехало почти 480 человек весь город кинулся собирать все что только можно для них от солнечных очков и кремом кремов для загара до велосипедов одежды продуктов питания и прочего 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 ну и потом повалилась волна волна беженцев перемещен внутренне перемещенных лиц они все приехали сюда и все стали тоже обращаться за помощью у нас был пункт помощи на котором мы выдавали одежду обувь продукты перед предметы первой необходимости чтобы обустроить свой быт и детские коляски кроватки к нам приезжали беременные к нам приезжали с крошечными детьми они приезжали без ничего я помню людей которые приехали сказали что мы вышли из дома вот как бы выяснить когда будет автобус, вернулись, а дома уже не было. И, собственно, поэтому ничего не взяли. И поэтому нужно было дать все, что можно было для этих людей. Вот. А корпорации монстров. Мое название такое появилось, когда девочки наши были на седьмом километре и закупали огромное количество одежды теплой и грузили ее на большой-большой красный джип. И все стояли, значит, вокруг я седьмой километр стояла, наблюдала за этой картиной. А девочки все это погрузив и прикрепив резиночками сверху, сказали, ну, мы монстры, мы целая корпорация монстров. Ну, собственно, нам понравилось очень это название. И мы оставили его. И даже когда регистрировали официальный уже фонд, мы даже объявляли, Катя написала пост в фейсбуке, что вот ответьте нам, пожалуйста, наши дарители, наши участники, наши волонтеры, все, кто нас знают. Оставить ли официальным названием корпорации монстров? И ответ был однозначно да, потому что нас все знают именно так. Почему бы и нет? Да, вас кстати, знают очень многие. Я вот не буду скрывать, что инициатором этого эфира собственно выступил я сам после того, как на протяжении, ну, наверное, последнего года, может быть, чуть больше, ну, там через четвертый на пятый эфир ко мне приходили гости разные совершенно, мы же постоянно меняем собеседников. И они постоянно упоминают, да, а вот тут нам помогла корпорация монстров. А вот тут я так слушал, слушал, думаю, да в конце концов, что же это такая за корпорация, надо их пригласить обязательно. Вот, потому что действительно вас очень хорошо знают, несмотря на то, что, может быть, покажется пугающее название, но оно уже на слуху одесситов, уже вас очень хорошо знают. Ну, и Катерина Кожевникова тоже, в общем-то, такой человек. А, Ножевникова, Ножевникова, да, вот тоже достаточно известный человек. Я сразу, кстати, обращу ваше внимание, вы можете, ну, потом мы покажем фотографии, там будут еще, так сказать, всякие выходные данные, телефоны и так далее, но в принципе, ребят, найти очень просто, набирайте в поисковике корпорации монстров. Вот видите, Ножевникова, вот сразу к ней в друзья и начинаете с ней связываться, она уже будет девочек подтягивать и вот может у вас, ну, либо действительно надо чем-то помочь, либо может быть, вы хотите кому-то помочь, вот вы чувствуете себя недореализованным, а действительно там команда таких людей, которые очень позитивные, которые делают это все с огромным удовольствием, насколько я понимаю. Да. Так, давайте Маурику подключать в песене. Ну, вот я смотрю, у вас на футболочке-то ваш логотип, да? Да, наш логотип, наша корпорация монстров, это фирменные футболки для волонтеров, сотрудников фонда. Как вы ощутились? Ой, у меня вообще была совершенно замечательная история, я долго наблюдала за Катериной Ножевниковой в фейсбуке, мне все хотелось как-то проявить себя, чем-то помочь фонду, и я увидела просьбу в доме с комментариев забрать вещи от одной дарительницы, но она очень просила забрать и привезти в фонд. И вот я, погрузив три мешка в свою машину, приехала к девочкам, я встретила Дина как раз в тот день, вручили мне перчатки резиновые и сказали, перебирай. И вот так вот я осталась в корпорации монстров, с того дня я уже больше оттуда не уходила, конечно. Вот помимо того, что вы сказали, ну вот такие массовые закупки, большие действительно это проблемные вопросы с переселенцами и с этими детками-сиротами, вот, потому что действительно надо было реагировать мгновенно, сейчас, вот. А каким образом вам удалось так быстро собрать там необходимые средства на то, чтобы покупать? Фейсбук творит чудеса. Сарафанное радио перекочевало на страницы социальных сетей и работало это, один сказал другому, объединились с третьим, все погрузились и приехали. Или мы давали, конечно же, карты, на которые можно было перечислить, потому что, например, кто-то не мог привезти что-то своими руками. У нас принцип «перечислено 10 гривен, потрачено 10 гривен на закупку того, что мы объявляли». То есть все прозрачно. Все прозрачно. И вот чек на 10 гривен, и вот то, что закуплено на 10 гривен. Это касается любой суммы совершенно. В этом мы держимся этого принципа и считаем, что, наверное, он самый главный. Прозрачность, открытость и честность. И это, на мой взгляд, это обеспечивает доверие. И то, что мы не должны потом оправдываться и краснеть, и говорить, ой, вы знаете, там, та-та-та-та-та. Нет. Ведь были случаи, мы знаем об этом, да, что были якобы благотворительные фонды, которых там часть средств куда-то уходила непонятно куда. Были такие факты, к сожалению, и они даже подрывали где-то авторитет тех людей, которые… Да, всего сектора условно-благотворительного это подрывает, конечно, авторитет. Но мы стараемся избегать малейших таких ситуаций, чтобы не было никаких вопросов. Всегда отвечаем на все вопросы. Это главный принцип Кати – отвечать на все вопросы, сколько бы их не задали, сколько бы раз этот был неповторен, вопрос одинаковый. И, конечно же, мы тоже стараемся действовать в этом ключе, объяснять, показывать, разъяснять. Хотите поехать сами на место событий, например, мы везем куда-то что-то, ну, там, например, в какой-то там… Ну, или если какому-то ребенку собираете, предположим, средства на операцию, на лечение, предположим, то есть можно напрямую дать координаты родителей и просто… Да, иногда мы… Тут немножко, извините, пожалуйста, что я тебя перебила. Тут есть маленький нюанс, понимаете. Как-то родители, мы можем дать карту родителям, если мы собираем на лечение конкретному ребенку, за эту сумму, которую перевели на этого ребенка, мы отвечаем, она будет потрачена на лечение. То, что перевели люди маме на карту, и как потратит мама эти деньги, то есть, или она сделает ремонт в доме, купит новый телефон или потратит их на лечение, это все на совести мамы, и контролировать мы это не можем. Но вся сумма, которая была переведена на счет фонда, для лечения конкретного ребенка, с указанием конкретного ребенка, будет потрачено только на него. То есть для того, чтобы было целевое такое попадание, вы стараетесь это делать сами? Есть такое, люди просят. Конечно, мы разрешение мамы даем, но проконтролировать, как дальше мама распорядится этими деньгами, мы не можем, к сожалению, это уже... И поэтому мы стараемся избегать этих ситуаций, честно говоря. Контакт можно, пожалуйста, у нас была там... Ну, у нас бывают ситуации, когда, например, родители находятся длительным в больнице, да, с ребенком. Окей, вы хотите помочь, вы хотите поддержать, вы хотите подкормить? Не вопрос. Напрямую связываем. Пожалуйста, приезжайте. Всегда можно проверить, кто, где у нас бывали случаи. А вот мы проверим, где лежит этот ребенок. Пожалуйста, проверяйте. Конечно же, телефоны можно найти в каждом справочнике. Пожалуйста. У нас есть фотографии, давайте мы посмотрим, вы их прокомментируете и более широко познакомьтесь с вашей работой. Это веронисаж благотворительный на Канатной, один из многих, который проходил... Нам подарил ей огромное количество постеров, и мы решили их выставлять за любая картина, за любую сумму. Это девочки наши на втором... У нас есть проект «Добрый обед», и это вторая его точка, когда она открылась, и наши чудесные девочки-сотрудницы — это кураторы «Доброго обеда». Это наша Ирочка с нашими подопечными, тремя девочками, которые были найдены совершенно случайно, аурикой в квартире, в которую она зашла передать помощь, а в соседней квартире оказалась очень сложная ситуация с тремя девицами этими. Бабушки и дедушки, посетители нашей гости «Доброго обеда» ходят в театры, и в кино, и в музеи. Это один из их визитов в театр. Получают удовольствие. Это один из любимейших волонтеров — наш Илюша, тоже на вернисаже с картиной «Ты сегодня улыбался». Монстры... Это утренний для детей-переселенцев, для семей, которые проводили сложную ситуацию. Мы проводили такой утренник на улице, в Куликовской. О, это прекрасная фотография. Это на Канатной 35, где был один из наших пунктов выдачи помощи. Ребята МЧСники, видите, они стоят с колясочкой. Мама, ребенка, который в колясочке лежит, находится внутри и получает помощь. Это наш зайчик маленький Тимур, которому собирали большую, очень сумму на имплант, для того, чтобы он мог услышать мир. У нас все получилось. Мальчику проведена операция, и сейчас он шаг за шагом приближается к этой прекрасной истории — услышать мир. Это товарищ пришел на утренник и получил свой подарок. А это велосипеды? Да, у нас это тот предмет, который как бы не первой необходимости, но детьми очень желанный получить. И у нас есть дарители, ребята, которые нам передают иногда велосипеды, и мы дарим их. Вот, это чудесное фото. В прошлом году был организован турнир по боулингу, и мы там все собрались в Папашоне. И это, наверное, одно из немногих наших таких ярких групповых фото. Так, это, по-моему, что это? Ну, это в новом году. Да, это утренний в этом году. Это в этом году утренний, уже в помещении проводили. Мы в переулок Анилово уже в помещении. А до этого мы проводили на улице. Это инвалидные коляски, которые переданы в гуманитарную помощь из Японии. И вот часть из них передана лично людям, подопечным по отдельности, а часть поехала в больнице. Это продукты переданы... Мы передаем каждый месяц продуктовые наборы людям, одиноким, пожилым, которые не могут себя полностью обеспечить сами. Волонтеры развозят их. Наш соучредитель, тоже Александра, она с детьми в больнице приехала навестить подопечных. Маленьких. Это один из наших важных проектов, которые мы делаем образовательный, чтобы люди знали, что делать во время с ожогами. И это вот такой плакат «Кипяток опаснее огня». Да, действительно, к сожалению, такие случаи достаточно часто бывают. Но это благотворительный обед. Это «Добрый обед», проект «Добрый обед». Наш маленький «Добрый обед». Это девочка, получившая инвалидную коляску, вот тоже в рамках получения этой гуманитарной помощи. А каким образом с Японии удалось связаться? Мы расскажем вам об этом. Это наша посетительница «Доброго обеда». А вы сами готовите или где-то орендует? Нет, нам готовят лучшие рестораны этого города. И каждый день две точки, 200 человек получают обед. Это тоже поздравление на 9 мая. У нас ездили почти 300 адресов в этом году мы смогли охватить. Это гора подарков для фестиваля, который организовывается в доме с ангелом. Ой, это опять, это опять Новый год. Попал опять. Про дом с ангелом расскажем еще. Это Катерина со сметаной. Гормал-завод. Гормал-завод, который каждый раз в две недели передает нам продуктовые такие наборы, молочные наборы. Тоже поздравление ветеранов в этом году. С детьми приезжали очень рады вниманию. Иногда даже больше, чем тому, что привезли в руках в пакетах. Но это вот закупка всего, чтобы... Это, по-моему, еще в прошлом году девочки или в этом... Не важно. Тачки похожи друг на друга по количеству. Это мальчик Вова. Сейчас мы собираем для него уже в третий раз мы просим помощи, потому что у него сложная ситуация, он получил очень сложную травму, прошел операцию, ему поставлена пластина, а сейчас он проходит реабилитацию. Вот наша девочка, маленькая Саша, ей исполнился 21 мая год, а познакомились мы с этой девочкой, маленькой Сашей, в коляске, когда она весила 860 грамм. И вот сейчас какая щекастая девица. Это Катерина дает интервью в день открытия нового отремонтированного кабинета в Одесской областной детской больнице, манипуляционного кабинета, который привели полностью в порядок. Это наши всякие подарки на 1 сентября. Наши мальчики и девочки, которые участвуют, маленькие и постарше в помощи. Ну, тоже коллаж, да, из разных... Да. Мимо разнообразных событий, в которых вы принимаете участие. Да, действительно, спектр вашей работы достаточно широкий. Вот это Илюша, который мы познакомились с ним. Помните, картинка, где «А ты сегодня улыбался»? Это он в инвалидной коляске. Он теперь отлично ходит и с нами волонтерит. Незаменимый волонтер, кстати. Ну, и вот то, о чем я говорил, вот обратите внимание, ну, собственно, вот логотип корпорации монстров, вот есть карта скорой помощи. Ну, в принципе, эту всю информацию вы можете, так сказать, получить из фейсбука, найдете корпорацию монстров, вот, и там, ну, довольно развернутая, там, ежедневная, так сказать, разная тусовка происходит, очень много информации и так далее. о доме с ангелами вы хотели рассказать. Да, хотим сказать два слова. К нам обратились в прошлом году с просьбой, у них проходит ежегодный фестиваль для, под крылом ангела он называется, и туда приходят дети выступать из разных-разных школ. Это дети с особенными потребностями. Какие-то есть у каждого из них особенности со здоровьем. Что, по-моему, восьмой был вот в этом году, я не помню по счету, восьмой или девятый? По-моему, десятый. Не суть. Да, ну, в общем, не суть, суть в том, что мы в прошлом году подключились, нас попросили помочь с подарками для этих детей. Мы решили подойти к этому вопросу, ну, по-монстровски. Мы упаковали для каждого ребенка подарок свой. Это были коробки, которые были подписаны именные для каждого отдельно. То есть мы учитывали возраст, мы учитывали мальчик-девочка, мы учитывали какие-то особенности, мы закупали то, что понравится и то, что будет необходимо. И, в общем-то, потом было очень здорово наблюдать, как они выходили с праздника. И, там, например, мы уже уехали, и едешь по городу, идут вереница детей, и несут эти коробки под мышкой. Это очень было приятно и трогательно. Давайте мы Аурике дадим слово, потому что мы что-то заговариваем. Аурик, был рассказ о том, что ремонтировали в детской больнице, и даже, я знаю, по-моему, какую-то опорудование, аппаратуру какую-то поставляли. Аппаратуру мы даже не ремонтировали, это мы открыли новый манипуляционный кабинет. Получается, есть такое приемно-диагностическое отделение, где детки поступают, там лечатся, и потом их распределяют по другим отделениям. Обследование проходит. И раньше есть дети приходящие, ну, скажем так, которые приходят на уколы, на какие-то процедуры, и уход. Это боксирование. То есть стационарные, есть имбулаторные отделения. Это боксированное отделение, естественно, это инфекционное отделение, там дети живут с разными стационарными заболеваниями. И для того, чтобы пройти манипуляционный кабинет, ребенку сделать какой-то укол, это даже сбить температуру. Поскольку это ворота, скажем так, нашей областной больницы, если ребенка привели с температурой, надо сразу сбить температуру. И можно было пройти через все отделение другими инфекциями, поделившись своей инфекцией, сделать уколы и выйти. Поэтому было принято решение сделать отдельно с другим входом манипуляционным, полностью новый манипуляционный кабинет для вот таких экстренной помощи. Для детей, не которые проходят стационарное лечение в отделение, а для экстренной помощи. На данный момент, поскольку у нас эпидемия кори в городе, и даже отделение гематологии, на данный момент пользуются этим кабинетом в приемно-диагностическом отделении. Делают прививки? Они используют для того, чтобы не было контакта, не поднимались в отделение на карантине. И поэтому, чтобы не поднимались детки, не было контакта, вот они используют, сейчас они используют кабинет. Это очень важно было, это очень важное открытие. То есть открывался он с нуля, это был запущенный совершенно кабинет, то есть непригодный, неиспользуемый никем, заливался пол, ну то есть вот делалось полностью с нуля. Ну как эта идея вообще родилась? Потому что, ну не часто же мы бываем, если у кого дети повырастали, то мы в областной детской собственно и не бываем в Лениси. А мы, конечно, генератор идеи Екатерины Нажевникова. У нас, во-первых, действительно, генератор идеи Екатерины Нажевникова, во-вторых, мы бываем в областной больнице практически каждый день по работе, потому что там лежат наши подопечные. Мы приезжаем и привозим то, что необходимо, мы довозим лекарства, мы привозим памперсы, каши и все что угодно. Ну и у нас самих есть дети, а у Рики двое, у меня трое. И, конечно же, раз в какое-то время нам приходится ездить по работе. Ну, на своих детей времени-то хоть хватает. Мы стараемся. Молодцы. Ну, действительно. Помимо вот, о чем мы... Инвалидные коляски. Вы там что-то еще про коляски хотели рассказать, каким образом это попало в Лениси? Мы получили моментарную помощь с Японии, инвалидные коляски в количестве 80 штук. И было долго это очень клопотно, их растаможкой, все это, все-все-все. Но мы смогли это сделать и приступили к раздаче этих инвалидных колясок. Часть наших подопечных детей-инвалидов получили новые инвалидные коляски, кому было необходимо. И также медицинские учреждения. То есть мы передаем коляски в больнице области. Именно вот области. Это там Кодема, Балта. Вот такие вот больницы, наши районные больницы. Мы передаем инвалидные коляски для пользования. Ну и наш дом с ангелом, кстати, тоже, естественно, мы передали. Областная больница. Вот как бы в такие больницы, ну вот так все происходит. Вы спрашивали, как они попали сюда? Да. Есть такой один человек в фейсбуке, он написал пост о том, что в прошлом году он передавал такое количество, большое количество колясок. Это в Японии объединились ребята, русскоговорящие, Украина говорящие, как в итоге оказалось. Собрали какие-то средства и купили такое количество, ну какое-то количество колясок. И он передал первый раз эту партию в Россию. Потом он сказал, что так как я принял такое решение, что следующая партия едет в Украину. И вот я хочу узнать, кому можно передать такое вот, ну чтобы все было по-честному, чтобы эти коляски поехали к тому, кому необходимо. И Катю и наш фонд тегнуло огромное количество людей под этим текстом. И, собственно, мы вписались в эту историю. И они к нам долго плыли в контейнере из Японии, там их затаможили. В общем, они плыли, плыли, плыли. Тут мы подготовили документы. Как Аурико сказал, это все был процесс. Мы уже в какой-то момент решили, что, наверное, мы никогда не выплывем из него. Но вот мы уже их раздаем. Мы уже раздаем их с зимы. Да, мы с зимы их раздаем. Но никаких бюрократических препонов не было. Ну, мы все преодолели. Я понял, были. Я просто помню историю. Но это давняя история, когда в Кирхе тогда еще работал на Острове... На Острове, на Масельского, извините. Работал отец Андрей Гамбург. И когда мы с ним беседовали, он мне рассказывал о том, что вот они делают... Ну, Бавария, значит, это баварское, скажем так, представительство. И Бавария решила помочь деткам, которые лечатся, детки, которые находятся в интернате для слабослышащих детей. Узнав об этих детках, они решили передать слуховые аппараты детям, причем в достаточно приличных количествах. Их тоже очень сложно было и вести, и растамаживать. Они хотели к Рождеству, чуть ли не к весне, наконец-то удалось, так сказать, преодолеть все эти препоны. Но сейчас, не знаю, у нас как-то более открытое общество стало, по-моему, больше стала демократия. Не правда, не всем это нравится. Но все равно какие-то процессы облегчаются, я так думаю, и будет получше. Ну что, у нас полминутки до окончания эфира. Пожалуйста, что-то не договорили, договаривайте 30 секунд. Мы приглашаем всех, кто хочет помогать, как вы сказали, кто чувствует себя недореализованным, прийти, познакомиться с нами и помогать вместе с нами. Помогать вместе с корпорацией монстров, это здорово, это классно, это весело. Ну и потом, действительно, когда люди собираются вместе, у них есть совместное такое доброе, хорошее, благотворительное дело, то от этого, по-моему, и солнце становится поярче, да, и звезды тоже посимпатичнее. Вот, и жить как-то, ну действительно, веселее, какое-то самоутверждение, ты сам ощущаешь, что вот я это сделал. Вот. Вы же не бегаете пульсом, не кричите об этом. Ну, внутреннее это ощущение такое есть. Действительно, вот это удовлетворение от такой работы. Благодарю вас. Еще раз напоминаю, у нас в гостях была Дина Казацкий, соучредитель фонда корпорации монстров, ее коллега, сотрудник фонда Аурико Швиттеря. И ищите в соцсетях корпорацию монстров, и я думаю, вам понравится в этом коллеке и вместе работать. Спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»